Производство Компании Техномуви Великолепная Италия Лигурия Путешествия от Теллару и Чинкветерре до Генуи и городов Ливантийской ривьеры. В Портофино и всемирно известные туристические центры. Насладиться регатами и праздниками. Посетить Сан-Фрутуозу, чтобы отведать культурные и гастрономические изыски. От рассвета до заката в калейдоскопе образов и вкусов. От Сан-Фрутуозо до Генуи. Скалы мыса Портофино обрываются в море с 200-метровой высоты. Этот район – часть природного заповедника, занимающего почти 5000 гектаров. Для сохранения разнообразия морской флоры и фауны, прилегающая акватория тоже находится под охраной. Аквалангисты, ныряющие в морском заповеднике, могут с близкого расстояния рассмотреть статую Кристо де ля Бисси. Статуя Христа была погружена в море в 1954 году. Каждый год здесь проводится фестиваль, посвященный памяти моряков всех эпох, оставшихся в море. Бронзовая статуя стоит на глубине 17 метров недалеко от бухты Сан-Фрутуозо. Между двумя заливами бухты возвышается башня Андреа Дория. В 16 веке этот адмирал возглавил сопротивление генуэзских войск против французов, испанцев и турков. Тремя столетиями ранее семья Дория построила для монастыря новые здания. Крупный монастырский комплекс находится на побережье около тысячи лет. В обмен на деньги для строительства аббатства Сан-Фрутуозо монахи разрешили Дория построить в крипте семейную гробницу. История аббатства запечатлена в документах и предметах, хранящихся в залах, используемых как музей. Но Сан-Фрутуозо не только центр искусства. Днем здесь расставляют шезлонги, а вечером – столики ресторанов на открытом воздухе. Сан-Фрутуозо расположен так, что до него легче добраться по морю, чем по суше. Паромы связывают бухту с Камольи, делая остановку в пункт Акьяппа. Скалистые отроги дикого побережья, пересеченные пешеходными тропами, выдаются далеко в море. Этот широкий залив называется Голфо-Парадизо – райская бухта. И несложно понять, почему. Крутые склоны Камольи вынудили город развиваться вертикально. Здесь высокие здания и бесчисленные ступени. Камольи легко узнать на расстоянии, благодаря цветным полосам, которыми раскрашены здания и средневековый собор, выходящий фасадом к морю. Эти виды Камольи широко известны благодаря ежегодному фестивалю, во время которого на 4-метровой сковороде объемом 2000 литров жарится огромное количество рыбы. Музей Джио Боно Феррари отражает неразрывную связь Камольи с мореплаванием. Камольи был весьма необычным городом. Почти всё его население жило у моря, работало в море, отправлялось в морские путешествия в самые разные страны. Каждый из этих экспонатов подарен жителями Камольи и олицетворяет людей, которые их подарили. Судовладельцев, капитанов или боцманов из Камольи. У нас есть предметы со всего света, потому что наши мореходы обошли весь мировой океан. Я говорю о парусном флоте, потрясающем флоте, идеальном, но в то же время очень опасном, поскольку путешествия полностью зависели от парусов. Моряки всегда упывают на свежие, даже сильные, но благоприятные ветра, потому что только таким способом они могут максимально быстро достичь места своего назначения. Штиль на море нежелателен, так же, как и ураган. Когда я сам ходил под парусами, это было в 50-е годы, по крайней мере 30% мужского населения ходили в море. А их жены, разумеется, оставались в Камольи. Говорили, что Камольи можно было переименовать в город жен. Жены оставались ждать, и порой казалось, что их мужья никогда не вернутся назад. Но когда корабли возникали на горизонте, жены следили за ними из открытых окон, в которые доносился привычный звук волн, разбивающихся о скалы. Но иногда окна обманывают глаз и сливаются с раскраской фасада домов. Некоторые образы Лигурии стали неотъемлемыми символами региона. От рыбацких шхун до неповторимые фокаччи. Другие менее знакомы туристам, но укоренились в культуре ряда городов. Например, спортивные соревнования. В Соре, что к западу от Камольи, тренировки по самому главному виду спорта проходят прямо на берегу моря, в бассейне. Шесть лигурийских команд входят в высшую национальную лигу по водному полу. Дети занимаются этим спортом для удовольствия, но многие потом переходят в успешные команды. Возможно, их таланты каким-то образом связаны с самим регионом, поскольку на нескольких километрах морского побережья существуют команды Кьявори, Камольи, Реко, Сори и Больяско. Нервий, что у восточных границ Генуи, сохраняет свою уникальность, отличающую его от городского ландшафта соседнего города. Он не похож ни на один приморский городок. Его здания в стиле Арнуво стоят на скалистом берегу, где нет места и маленькой бухте. Аллея Аниты Гарибальди тянется к вершине холма, мимо различных кафе и ночных клубов. Рестораны и отели кажутся поряд над водой. Иногда волны настолько высоки, что брызги залетают прямо в окна. Тропа петляет вдоль мысов и природных террас, мимо башни Торре-Группалло, построенный в 16 веке для обороны города от набегов сарацинов. Прямо за ним береговая полоса находится под защитой высоких гор, которые формируют особенно мягкий, круглогодичный климат Нервий. Это выгодное положение отражается и на городских парках, которые образуют зелёный пояс площадью почти 9 гектаров. Белки спокойно резвятся в листве южных деревьев и среди экзотической растительности. Сады в английском стиле окружают исторические здания Центра культурной жизни Нервий. В этой вилле 17 века находится галерея современного искусства. В коллекции музея представлены произведения от эпохи неоклассицизма до Второй мировой войны в реалистическом стиле, отражающие историю культуры Лигурии и Геной, жизнь моряков и портовых рабочих, разгружающих баржи с углём. Есть картины, изображающие женщин на берегу. И памятники Лигурии, как, например, аббатство Сан-Фруттооза. Во множестве работ, выполненных в различных стилях, галерея представляет прошлое и настоящее Лигурии и её море. К западу от Нерви, в сторону исторического центра Генуи, стоит памятник, напоминающий о том, что именно отсюда отправилась знаменитая «Тысяча добровольцев» во главе с Джузеппе Гарибальди. Даже в названии этого региона, «Кварту де Милле», отражено решающее событие для объединения Италии. Это произошло в ночь на 5 мая 1860 года. В XIX веке идеи объединения страны наиболее отчётливо сформировались именно в Генуе. Одним из отцов объединения был Джузеппе Мадзини. Дом, где он родился, хранит много свидетельств того времени. Живопись – это фото-журналистика их эпохи. Прибытие в Геную – это встреча прежде всего с морем, а не с землёй. Вам открывается вид на порт, лежащий между Средиземноморьем и его королевой, и череда причалов вдоль побережья города, который просыпается с первыми лучами солнца. Генуэзский порт возник в античные времена в Естественной бухте. В средние века он стал центром торговли со всем Средиземноморьем и постоянно развивался. Сейчас порт растянулся на 20 километров и занимает площадь свыше 7 миллионов квадратных метров. В 1992 году город праздновал годовщину возвращения Христофора Колумба из Нового Света. В связи с этим была принята программа реконструкции города. Старый порт, перепроектированный Ренсу-Пьяно, стал культурно-туристическим центром. Генуэзский аквариум, крупнейший в Европе, один из наиболее посещаемых итальянских культурных центров. 6 миллионов литров воды дают жизнь 10 тысячам морских обитателей, представляющих 800 различных видов. В 70 секциях воссозданы разнообразные ареалы обитания, от антарктического до экваториального. В открытых бассейнах скаты манты позволяют посетителям потрогать себя. У всех свой уровень, своя среда обитания. Посетители могут увидеть медлительную рыбу солнца, самую тяжелую в мире костную рыбу, рыбу-пилу, выискивающую добычу, или грозный взгляд акулы. В этом живом музее, где животные развлекают публику, не прибегая к каким-то ухищрениям, жизнь продолжается, как в открытом море. Например, этот тюлень после прибытия в Геную уже несколько раз стал отцом. Цель работы аквариума – расширять наше представление о животных и их среде обитания, привлекать внимание общества к проблемам охраны окружающей среды и помогать в сохранению исчезающих видов. Эта деятельность начинается с обращения к молодому поколению. Аквариум – не единственное сооружение, изменившее облик города. Биго – символ района Порто-Антико. Это лифт с площадкой обозрения, смонтированный на кране, который когда-то разгружал корабли. Вращающаяся на высоте 40 метров кабина обеспечивает панорамный вид на улицы и здания города. За районом Порто-Антико, рядом с автомобильной эстакадой, возвышается махина дворца Сан-Джорджио. Сцены триумфов изображены на фресках, украшающих фасад здания. Им соответствуют роскошные интерьеры, добавленные в 16 веке. Считается, что в этом здании 13 века находилась тюрьма, в которой Марко Поло диктовал свои записки. Но большинство зданий с моря не увидеть. Жилища семейств, которые в 16 веке поднимали политический и финансовый престиж города, расположены в Каруджи, на узких улочках исторического центра. Самая крупная из них – дворец Дорио-Турси. Сейчас здесь муниципалитет Генуи. В свое время его строительство оказалось настолько дорого, что украшение интерьера пришлось сократить до минимума. Работы в центральном зале датируются 18 веком. Две мозаики, созданные после объединения Италии, изображают венецианца Марко Поло и генуэзца Христофора Колумба. Надписи на каждом произведении напоминают о давнем соперничестве двух морских республик – венецианской и генуэзской. Большой круглый фонтан украшает площадь Феррари, где расположен Герцогский дворец. В элегантном здании 16 века сейчас проходят выставки и другие мероприятия. Площадь Феррари приобрела свой нынешний облик в начале 20 века. Экономическим центром этот район стал только в конце 19-го, после расширения города. До тех пор торговая и финансовая деятельность была сосредоточена в другом квартале. Средневековые банкиры осуществляли свои сделки на открытом воздухе перед церковью Сан-Пьетри Дибанки. В те времена этот собор был самым центром города. Во Вторую мировую войну бомба пробила крышу здания, но не взорвалась, и сотни прихожан избежали гибели. Из ризницы ступени ведут вниз, в музей-сокровищ собора, где представлены реликвии и необычайные предметы из золота. Художественное наследие Генуи включает две национальные галереи. Залы дворца Спиннелла 16 века украшены гобеленами и фресками эпохи барокко и творениями таких мастеров, как Антонелло да Мессина и Питер Пауль Рубенс. Эти сокровища окружают роскошь королевского дворца, получившего свое название в 19 веке, когда он стал собственностью Савойской династии. Статуи 18 и 19 столетий, изображающие фигуры античной мифологии, украшают зеркальную галерею. Представители Савойского рода продолжили украшение тронного зала. На стенах, обтянутых красным бархатом, выделяются позолоченные горельефы. В 16-17 веках многие генуэзские семьи процветали благодаря торговле. Город приобретал более элегантный вид. Аристократические дома соперничали за прием высокопоставленных гостей. Наиболее влиятельной генуэзской династией были Дория, которым принадлежало более 10 дворцов, в том числе Палаццо дель Принчипе, королевский дворец, построенный Андреа Дория. Генуэзские таланты проявлялись более в дипломатической и финансовой сферах, нежели в военной. Это помогало сохранять независимость вплоть до появления Савойской династии. Благодаря торговым связям гена из Фландрии, в городе в большой моде были гобелены. Среди наиболее ценных – работа 15 века, изображающая восточные походы Александра Македонского. Величественные работы на ткани заказывались и по случаю Страстной недели. 14 раскрашенных полотен, изображающих страсти Христовы, выставлены в Епархиальном музее. Первая датируется XVI веком, и его материал можно считать предшественником синих джинсов, поскольку само слово «джинсы» происходит от названия города. В XIX веке за театром Карло Феличи была построена галерея Мадзини, в которой сейчас расположены антикварный рынок и книжная ярмарка. Генуэзские традиции сохраняются в небольших лавочках исторического центра. В 1814 году здесь открылась кондитерская «Рома-Ненго» – шоколадные пирожные и цукаты – свидетельство парижского влияния. На «Виа-Рома» рубашки и галстуки ручной работы семейства Финола более ста лет поддерживают стандарты итальянского портняжного мастерства. Цириульня Джакалоне – тоже неотъемлемая часть исторического и культурного наследия Генуи. Это небольшой, площадью 10 квадратных метров, салон в стиле ар-деко. Но, возможно, подлинный дух современной Генуи лучше всего выражают певцы-исполнители генуэзской школы, возникшей в 60-е годы. Музыкальный салон «Тассио» в историческом центре города – почти музей, в котором выставлены альбомы и инструменты, формировавшие историю итальянской песни. На «Виа-дель-Кампо» наряду с другими историческими событиями, которые там происходили, самым значительным, или, скажем так, самым недавним, была встреча моего мужа с Фабрицио де Андре. На самом деле, я бы сказала, это была встреча Фабрицио де Андре с персонажами «Виа-дель-Кампо», которые служили источником вдохновения для всех его великолепных вещей. Ему удалось даже непристойности «Виа-дель-Кампо» превратить в поэзию. Поэзия. Порт, который ныне принимают круизные лайнеры, с давних пор был местом встречи расставаний для моряков и путешественников. Генуя вдохновляла многих певцов-исполнителей, писателей и поэтов. Петрарка, поражённый её величием, назвал её «хозяйкой моря». События, происходящие в Генуе, напоминают о том, что Лигурия не только море, но и суша. Сельское хозяйство Лигурии и её морская жизнь соединяются в выставочном центре от выставок катеров и яхт до цветов и ароматов Еврофлоры. Выставка Еврофлора проходит раз в пять лет и является крупнейшей в Европе ярмаркой цветов. Это прекрасная возможность познакомиться с великолепной продукцией Лигурийской земли. У берега моря стоит маяк Торре-дель-Лантерна, символ города. Генуя – муза вдохновения писателей и поэтов, воспевающих её красоту. Когда ночь окутывает улицы и здания, город на несколько часов засыпает. Но он готов проснуться с рассветом, полной энергии моря и порта, благодаря которому Генуя много веков считается столицей Средиземноморья. На русский язык фильм дублирован компанией VideoFilm TV. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok